Недельная глава Торы Баалютха. Когда в прошлой недельной главе 12 князей глав колен приносили жертвы, то Арон не очень хорошо себя почувствовал. Арон Акоин, он сожалел, что он не может принести тоже жертвы. На что ему Всевышний сказал, смотри, Арон, твоя еще больше, чем их. У тебя есть особая митцва, какая зажигать Минуру в храме. Арон, это большая заповедь коинов, они заливают масло, ставят фитиль и зажигают Минуру в храме. Реви Король Машия говорит нам, что из этой митцвы можно сделать очень хороший вывод для нашей жизни. Само действие Арона, чтобы поджечь, зажечь эту Минуру, было такое. Он зажигал фитиль и он держал этот огонь до тех пор, пока фитиль не начинал сам гореть. То есть это занимало какое-то время. Он смотрел, а, фитиль начал гореть, все, он тогда переходил к другому фитилю. Что это значит? Реви говорит так, что когда мы хотим кого-то поджечь, то есть повлиять на кого-то, сделать так, чтобы этот человек начал выполнять заповеди, приблизился ко Всевышнему и делал какие-то вещи, которые мы хотим ему передать, научить. Мы должны рассказать ему какую-то историю, рассказать ему, поговорить с ним, уговорить его, объяснить, как это хорошо. И иногда получается, что мы это сделали один раз, и этого достаточно. Мы думаем, что этого достаточно. Нет. Мы это должны делать несколько раз. Мы должны это делать до тех пор, пока огонь сам не начнет гореть у этого человека. Что значит огонь? Он сам не захочет это делать. И тогда наше действие произвело действительно продолжение. У нашего действия есть какое-то продолжение. Если нет продолжения у нашего действия, то в принципе есть какое-то зерно, которое мы дали, но его нужно прорастить. И поэтому, когда мы, и даже самим себе, когда мы хотим, чтобы какая-то вещь, какая-то митцва, какое-то доброе дело, которое мы делаем, мы должны его сделать несколько раз, еще раз, еще раз, и прочувствовать это по-другому, продумать это, чтобы была глубина. Не просто, чтобы мы сделали какое-то физическое действие, а чтобы у этого действия еще было чувство, чтобы было одето чувство. Когда чувство одето, то это запоминается и остается в нашей душе намного сильнее. Поэтому нужно держать огонь. Нужно держать огонь. И иногда кажется, так это уже дальше пойдет, и все будет хорошо. Нет, держите, пока не убедитесь в том, что уже менора, огонь сам продолжает гореть, тогда можно перейти к другому огню. То же самое и Машиах. Мы стараемся, Раби говорит, нужно сделать все максимально, чтобы привести Геулу и Машиаха. И то же самое, мы должны быть занудами. Мы должны стараться делать все максимально, чтобы привести Геулу и полное окончательное освобождение. Смотрите, что творится. Невозможно. Хватит уже. Что творится в мире, что творится в Израиле. И поэтому нам нужна Геула. И, конечно же, по этой причине. Но самое основное, почему нам нужна Геула? Чтобы проявился Всевышний в этом мире. И тогда не только проблемы, которые есть теперь, решатся. Вообще все проблемы этого мира. Мы придем к какой-то целостности, с которой Всевышний создал этот мир. Мы к этому и придем. И Всевышний этого хочет. И поэтому мы должны делать максимально, чтобы это привело к Машиаху. Но не только для того, чтобы решились наши проблемы. А чтобы сделать то, что хочет Всевышний. И чтобы это было сейчас. Чтобы проявился арабий король Машиах. И было полное окончательное освобождение.